Площадью 50 квадратных метров мне посчитала администрация по 70 тысяч за квадратный метр. То есть мне хочется понять, живем ли мы век абсурда, потому что, ну, я думаю, что служители администрации, работники администрации понимают, что это не реальная стоимость, и которая далеко стоит от рыночной, и вынуждает нас, жильцов этого дома, судиться и доказывать свою правоту. Ну, это, ну, реальный абсурд. В 2018 году многоквартирный дом по улице Портовая 80-2 был признан аварийным и подлежащим сносу. Впоследствии администрация города Руастова-на-Дону совместно с Департаментом координации строительства и перспективного развития инициировали судебные иски к собственникам об их выселении и выплате компенсации за сносимое жилье. Соответственно, производились экспертизы, которые назначались судебными решениями, судебными определениями. На сегодняшний день, несмотря на то, что решения судов были вынесены, и у некоторых собственников решения были вынесены уже более года, денежные средства до сих пор людям на лицевые счета не поступили. Согласно постановлению Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, номер 30, 29 декабря 2023 года, была утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра на первый квартал 2024 года. Данная стоимость составляет 121 тысячи рублей. Нормативная стоимость одного квадратного метра по городу Ростов-на-Дону составляет 97 тысяч рублей. Кроме этого, данный многоквартирный дом был включен в программу расселения жилья уже после того, как собственники прошли определенные суды и решения судов у людей вступили в законную силу. После того, как указанный многоквартирный дом был включен в адресную программу по расселению, появилась информация о том, что на расселение собственников выделены денежные средства из трех источников. Общая сумма выделенных средств составляет 107 миллионов 963 тысячи 954 рубля 91 копейка. Соответственно, если разделить средства, выделенные на расселение людей, на общую площадь дома, то получится, что запланирована выкупная стоимость составляет 35 тысяч 163 рубля 70 копеек за один квадратный метр. Конечно, совершенно очевидно, что администрация в данном случае, на мой взгляд, вводит граждан в заблуждение. В 1997 году в этом доме сделан был так называемый капитальный ремонт, так как коммуникации остались те же. Больше за домом этим никто не ухаживал, хотя мы на капитальный ремонт постоянно отпускали деньги. В 2021 году нам посчитали стоимость наших квартир, нашего квадратного метра, но за эти два года, даже уже третий пошел, деньги не были выплачены, квартиры увеличились по цене в разы, и доплат нам никаких, естественно, никто не хочет производить. Нам дают копейки, но за эти копейки мы не можем купить себе равноцельное жилье не только в нашем городе, но, наверное, только, может быть, в Гуково это будет большим вопросом. Мы просим нам пересчитать стоимость квадратного метра в связи с законом, который вышел в 2023 году в конце года, где уже фиксированная ставка за квадратный метр жилья. По 60 тысяч посчитали квадратный метр, ну где такое видано? Затягиваются сроки выплат, то есть даже те суды, которые, вот, например, лично у меня год назад был суд, я согласилась с этой стоимостью, и представитель администрации сказал, что в течение максимума трех месяцев будет эта выплата, поскольку суды уже прошли. На что администрация потом всем квартирам нашего дома подает апелляцию в областной суд. А сформулировка о том, что мы, там, юридическая формулировка была, но смысл этой формулировки в том, что мы хотим наживиться за счет администрации, в том, что мы получаем очень много денег и хотим переехать, ну, какие-то квартиры, которые гораздо лучше, чем наши, абсолютно нет. Ну, это подтверждают слова всех, кто сейчас говорил по поводу рыночной стоимости за квадратный метр. На эти деньги я не могу себе купить равнозначную квартиру. У меня трехкомнатная, я максимум могу купить однокомнатную. У нас очень много людей с однокомнатными квартирами. Они за эту стоимость, ну, а что они купят? У них нет в собственности ничего другого больше. И это действительно абсурдно. То есть был суд, выплаты нет, сроков нам не сказали, за какой срок эта выплата произойдет. Ее до сих пор нет. Мы не можем рассчитывать ни на эти деньги, которые нам уже присуждены судом, ну, естественно, ни на большие, потому что нам не пересчитывают эти деньги. Произошло увеличение рыночной стоимости жилья. Оно с 2021-2022 года значительно увеличилось. И это признают все министерства всех уровней, и регионального уровня, и, ну, соответственно, федерального уровня. То механизма вот этого увеличения стоимости жилья за один квадратный метр автоматически он не производится. Ростовскую область представляют депутаты Государственной Думы. И, соответственно, очень важно, наверное, на сегодняшний день вносить изменения в законодательстве, для того, чтобы люди не ходили по судам, не тратили денежные средства на оплату услуг юристов, и, ну, прежде всего, не тратили свое здоровье. Кроме этого, после того, как произошли события на Нариманово, и многоквартирный дом обрушился, пошли различные комментарии, в том числе и со стороны работников администрации. И мне приходилось слышать такие высказывания о том, что сейчас не социалистические времена, никто никому ничего не обязан, и, соответственно, собственники сами должны заботиться о своих помещениях. И хотелось бы сказать, что подобные рассуждения являются вопиющими, поскольку людей в первый раз обманули, когда они приватизировали данное жилье. Они приватизировали жилье в доме, в котором не был произведен капитальный ремонт. Да, упал дом на Нариманово в том числе. Я стала более детально проверять судебную практику, изучать вообще законы. И что выяснилось? Что после того, как дом признается аварийным, за домом никто не следит. Нет государственного учреждения какого-то, которое бы осуществляло контроль за тем, как тот или иной многоквартирный дом, который признается аварийным, разрушается он, не разрушается. Насколько опасно данное разрушение, представляет оно угрозу для жизни и здоровья людей, либо не представляет. Такой организации нет. Пытаясь неформально общаться с некоторыми сотрудниками администрации, также выяснилось, они говорят, что люди должны обращаться в свои управляющие компании, и управляющие компании должны осуществлять контроль за тем домом, который признавался аварийным. Но также здесь вызывает данный факт возмущения, поскольку управляющие компании, либо ТСЖ, это все-таки коммерческие организации, которые ведут свою деятельность ради извлечения прибыли. Люди длительное время платили денежные средства фонда капитального ремонта. Я не думаю, что кому-то бы из собственников фонд капитального ремонта возвратил добровольные денежные средства. Почему за эти денежные средства на сегодняшний день, которые собрались на счете дома в фонде капитального ремонта, не производить те же замеры и не определить, есть ли ухудшение в состоянии дома или этого ухудшения нет. Соответственно, все вопросы, которые людей волнуют, на них ни администрация города Ростова-на-Дума, ни департамент координации строительства, который принимал непосредственное участие в судах, ответов не дают. Указанный многоквартирный дом находится в непосредственной близости с детским садиком. В ходе судебных заседаний, которые проходили у большинства собственников, администрация ссылалась на то, что указанный многоквартирный дом представляет угрозу обрушения и представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Но в этом случае остается нелогично, если дом представляет угрозу для жизни и здоровья людей, и дом находится в непосредственной близости с детским садиком, и учитывая, что за ним никто не наблюдает, то почему в этом случае не опасаются, если хотя бы не за людей, которые живут в этом доме, то хотя бы за тех деток, которые ходят в этот детский садик. Согласно постановлению, на которое я ссылалась ранее, вынесенного Министерством строительства и архитектуры и развития, окончательная выплата денежных средств намечается на четвертый квартал 2024 года. Расселение граждан намечается на 26-й год, а снос дома намечается на 32-й год, на 2032 год. То есть, соответственно, если этот дом, который никто не будет ничего с ним делать, никто не будет ремонтировать, он просто рухнет из-за того, что никаких работ, никаких мероприятий по его содержанию, чтобы он простоял, производиться не будет. Также вызывает недоумение, вот, собственники обращались в прокуратуру района с просьбой, чтобы их права были защищены, и если имеются какие-то нарушения, то, соответственно, чтобы были приняты меры прокурорского реагирования, а если права граждан действиями администрации не нарушаются, то, соответственно, чтобы им также предоставили ответ, что их права не нарушены, что все происходит в соответствии с законодательством. Такого ответа прокуратура района не предоставила. Ну, в отличие от других регионов, где прокуратура выступает с исками в интересах неустановленного круга лиц, и права людей защищаются, ну, в том числе, связанные со сроками и отселения людей, и со сроками сноса дома, который представляет угрозу, и со сроками выплат, и, ну, разумеется, и с суммой. Сейчас идут выборы, выборы и президентские компании, идут, грядут выборы и в Государственную Думу. Хотелось бы обратиться с просьбой ко всем кандидатам, чтобы обратили внимание на проблему людей, которые находятся в жилье, подпадающие под такое понятие, как аварийный фонд. Потому что люди не должны оставаться один на один со своей проблемой. И все-таки в заключение хотелось бы сказать, если чиновник считает о том, что государство ничем не обязано людям, значит, люди не должны платить налоги таким гражданам. И если чиновники считают, что люди должны самостоятельно решать свои проблемы за счет своих денежных средств, тогда и чиновники должны самостоятельно думать, как они будут отдыхать в своих отпусках, за счет чего они будут питаться и не рассчитывать на налоги людей. Вот я думаю, что меня собственники поддержат.